В заказе сказано, что должно быть здание отеля. Райончик, конечно, так себе для гостей. Кстати, также сказали, что в отеле есть гости, поэтому не мешаем им. Действуем как профессионалы, делаем только свою работу. Всё, берите необходимое и вперёд! Клининговая компания «Антисранцы». Да-да, мы уже на пороге здания. Вы нас встретите? Нет, вы в отпуске? Везёт вам. Но там же есть наверняка кто-то. Ага, понял, разберёмся. И чё стоим, кого ждём? Закрыто? Да ладно. Алё, а чё-то у вас дверь закрыта? Отель не работает, что ли? Не знаю, заперто. Может, на обед все ушли? Сказали, если что, ключ под ковриком. Есть? Ну, отлично. Кстати, сестенки, мы договорились не только внутри сделать уборку, но и снаружи помыть. Так что можете начинать убирать эти творчества со стен. В 80-х годах в Нью-Йорке серьёзной головной болью для мэрии города стала граффити, которым были исписаны почти все вагоны метро. Причём не только снаружи, но и внутри. Власти долго чесали репу и думали, как избавиться от вандалов. Полицейские устраивали на них облавы и даже вели тюремный срок за граффити. Но ничего из этого не помогало. Решение оказалось намного проще. Метрополицейну просто запретили выпускать из депо изрисованные вагоны, пока их полностью не отмоют. Логика была такая. Если вандал видит, что поезд его рисунками не катается по городу, то он зря тратит время и краску. И желание рисовать у него, скорее всего, пропадёт. Удивительно, но это сработало. Вскоре уличные художники потеряли интерес к вагонам метро. Ничего себе, как атмосферненько тут. Блин, надо уточнить у клиента, всё ли надо отмывать. А то как дебилы будем декорации надраивать. А вы начинайте, начинайте. Вон комнат сколько. А у нас всего день. Распределитесь по комнатам и работайте. Алё. Но дизайн у вас, конечно, со вкусом и на любителя, я вам скажу. Уточните, пожалуйста. Мы всё моем до кристалля чистоты? Ага. Хорошо. О! А вот и постояльцы отеля. Так, не тупим. Хозяин сказал, моем всё хорошо или тщательно. Костей не тревожим, мусор выносим. Чувствую, надо порошка и мыла побольше подвести. Мыло. Самое известное чистящее средство. Вот уже более трёх тысяч лет. Первое мыло делали путём кипячения животного жира. Добавляя туда древесную залу. А в нищика... В нищике, конечно, от этого стояла знатная. Поэтому и начинали добавлять всякие лепестки цветов и прочие ароматизаторы. В средневековой Англии его производство и продажи за бугор были настолько выгодны, что правительство ввело специальный налог на мыло. А чтобы у мыловаров не было соблазна варить левое мыло в свободное от работы время, всю посуду и инструменты для этого занятия на ночь закрывали и ставили на охрану. А ещё, говорят, мыловарам строго запрещалось общаться с иностранцами, чтобы, не дай бог, они не разболтали рецепты и секреты мылоприготовления. Мда, что только не придумают люди для остроты ощущений. Ты постельный бельёд тут пока не меняй. А что там ещё такое? Беспорча чужого имущества никак, да? Чё там было? Стакан, графин, ваза? Криворукие. Вы что из суточных? Ну а ты чё, заказку одел? Слушайте, вам чё, заняться нечем? Вот смотрите, тут насекомых ещё полно оказывается. Вы что-нибудь взяли с собой для борьбы с ними? Ай. Дехлофас. И подобные средства для борьбы с домашними насекомыми появились только в 20 веке. Но тараканы, клопывшие и прочие вредители портили жизнь людям задолго до этого. В России и других северных странах с ними боролись очень просто. В морозный день вся семья сваливала из дома на пару дней к соседям, оставляя двери в доме открытыми нахер. За это время вся живность в доме замерзала насмерть. Оставалось только вернуться и венечком пройтись. О. Да. Какая пила? Или игра? Слушайте, вас неразборчиво слышно. Будто запись плохая или вы в мешке каком-то. Вы кому звоните вообще? Анти-сранцы? Мы, да. Уберём, по-моему, почистим. Но. А-а-а-а. Систенки. Опять косяк. Вы адресом ошиблись. Это здание какой-то игры. Или пилы. Так я и не понял. А здание нашего клиента напротив находится. Ё-моё. Столько времени потеряли. Это наши, что ли, вёдра у них на головах? Очень похоже. Вы даже в одном магазине покупали. Всё, бросайте здесь всё как есть и быстро на объект. Алё. Как там вас? Игра, пила. Конструктор. А-а-а. В общем, слушайте, конструктор. Я не хочу вдаваться в детали вашего предприятия. Но вы будьте добры, за уборочку-то оплатите. Не подписывался на такое. Мы, между прочим, ваш мусор и здание ещё нигде не разгружали. Уверен, у полиции будет особо интересно в нём покопаться. А-а-а-а. Запел сразу. Да что ты говоришь. Хорошо, ладно, мы как-нибудь сыграем в вашу игру. Уж более игрушки у вас прикольные. А вы, как обещали, с удовольствием подписывайтесь.